Как мы уже сообщали, в Украине впервые произошло боевое применение беспилотного комплекса Байрактор. Что представляет собой этот беспилотный комплекс? И как его можно дальше применять нашим вооруженным силам? Об этом рассказал турецкий военный эксперт Ардамев Лютаглу. По его словам, вооруженный беспилотник Байрактор оснащен двумя или четырьмя бомбами с лазерным наведением. Одна версия бомбы весит около 8 килограмм, другая – около 23. Поэтому они не очень тяжелые, но эффективны против легкой бронетехники, групп пехоты, небольших артиллерийских подразделений, радаров и систем противовоздушной обороны. И, как мы видели в Сирии, Ливии, на Горном Карабахе, эти вооруженные беспилотники могут быть чрезвычайно эффективными в борьбе против легких целей, если их использовать в координации с артиллерийскими подразделениями и воздушными силами. Поэтому на Донбассе против вооруженных террористических группировок, оснащенных легкой техникой и обычно работающих группами в легковых грузовиках, дрон Байрактор может быть очень эффективным. При использовании отдельно, только отдельно, в автономном режиме Байрактор может понести потери от систем радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны. Поэтому его следует использовать в координации с артиллерией, системами радиоэлектронной борьбы и воздушными силами. При таком скоординированном использовании Байрактор может быть очень эффективным на Донбассе, заявил Ордами в Лютоглу. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Продолжение следует...